Самого доброго утра! Самый позитивный в стране Евросоюза Латвия. Привет, просыпаемся. Сегодня я готов рассказать о шоке, который со мной случился. Дело в том, что меня вызвали в полицию, на меня открыли дело вот за эту деятельность, которую я только что веду вот на твоих экранах, по поводу мусора сжигательного завода. И вот я теперь готов рассказать о своей поездке в полицию. Первое, с чем я столкнулся, это с тем, что повестка не могла прийти на мой адрес. То есть, смотрите, все мои штрафы ко мне приходят на мой адрес, а повестку с полицией полицейские не могли прислать. Поэтому вызвали на допрос мою жену. Это просто шок. Ну ладно, я созвонился, они объяснили ситуацию, почему это сделали, потому что они меня не могли поймать, полиция. При том, что я один из известнейших блогеров, и все контакты телефонов под каждым этим роликом можно найти. В следующий момент, приезжаю я в полицию, это конкретно Саласпилс, и пытаюсь войти внутрь. Это просто шок. Там где-то внизу видео о том, что внутри я реально увидел, но это иначе как шоком не назовешь. То есть, это разбитые ступеньки, это прогнившие перила, это покосившаяся крыша. Это выглядит круче, чем то, что нам показывают, где-то там в глубинке России происходит. Это еще гораздо круче. Это просто шок-контент. В следующий момент, только представьте, за мной образовалась очередь, и мы все звонили в звоночек, чтобы попасть в отдел полиции, пока к нам не вышел кто-то и не сказал, что эта дверь у нас не работает. А надпись, ну, просто не убрали, и надо зайти с обратной стороны. Когда я заходил с обратной стороны, я увидел мешки с песком, где-то 50. Посмотрите, вот ролик приложу ниже. Я спросил, что это? А дело в том, что эти мешки посыпали лед. Вдумайтесь, всего эти мешки лежат на входе. Прям заходишь, у тебя под ногами 50 мешков. Посыпали лед, и все эти мешки подотчетные. Их нельзя выкинуть. Следующий момент. Все ступеньки сломаны, сломаны. Все перила сломаны. Все стены ободраны настолько, что, честно говоря, посещение в полицию небезопасно. Там можно что-то похватить, какое-то вереническое заболевание, только потому, что вы туда зашли и вышли. И это не шутки, ну не ирония. Вот посмотрите на моем ролике ниже. Теперь смотрите, начался допрос. Шумоизоляция в этих помещениях ноль. Когда меня допрашивают, я слышу о том, кого допрашивают по какому делу слева и справа. Я это прекрасно слышу. То есть никакой секрета, никакой конфиденциальной информации не может быть. Никакого даже послушающего устройства не нужно. Я тупо сижу в кабинете и слушаю то, о чем говорят в соседней комнате. У нас в кабинете не горел свет. Почему? Я спросил, почему? Еще же не так светло, можно включить свет. Дело в том, что перегорела лампочка. Вы в курсе, что в кабинете у следователя перегорела лампочка? Так вот, чтобы эту лампочку поменять, это не позвонить электрику, он придет и поменяет лампочку, а это написать заявление. В течение двух недель придет человек, который констатирует факт, что эта лампочка перегорела, отдаст эту заявку электрику, и в течение двух недель придет электрик и поменяет лампочку. Таким образом, если следователь вас допрашивает в темноте, то вы должны понимать, что у него сегодня перегорела лампочка, а поменяют ему только через месяц. Я не шучу. Следующий жуткий момент – это мебель. Мебель в полиции – это ту мебель, которую в соседних домах люди выкинули, а они занесли, потому что, если что, у них два стула. Один для следователя, другой для вас. А если вы пришли не один, вас тупо не на что посадить. Эту мебель собирают по помойкам и тащат внутрь в полицию. Вы можете себе представить, если то, что я сказал, это правда? Посередине дыры в линолеуме такие, что этот линолеум убрать невозможно. А теперь о безопасности. Если вы пришли, и девушка на каблуках, она просто споткнется об этот линолеум и разобьет себе лоб прямо в кабинете у следователя. По лестнице спускаться и подниматься вверх, там не освещено, и там ступеньки небезопасны. Высота потолка при выходе 2 метра. Если кто-то из вас двухметровый, и он попробует, например, нагнуть голову, для того, чтобы не разбить себе лоб, то в глаз ему воткнется кран, который с 90-х висит прямо по входу в двери. Еще раз говорю, это все не фантастика, это все у меня есть коротко на видео ниже. Вы можете себе представить, это отдел полиции? Я уже забыл, по какому делу меня туда на допрос вызывали, если честно. Я в таком шоке. А теперь самое главное. Смотрите, а как законно можно находиться в аварийном помещении? Вы же знаете, что есть трудовая инспекция, которая прописывает нормы и безопасность каждого помещения, где можно споткнуться, где можно упасть. Риски. Рабочие риски. Так вот, там ни один рабочий риск не может быть прописан. В этом помещении полицейские находиться не имеют права на законном основании. Но они каждый день туда ходят на работу. И мало того, они приглашают на допрос туда людей. К сожалению, мне не разрешили снимать, я снимал скрыто. Но я с удовольствием приеду к нашим пожарным, к нашим полицейским, чтобы заснять видео о том, в каком состоянии внутри у них. Потому что мы привыкли видеть красивую машину и красивую форму на полицейских. За формой он ухаживает с утра до вечера. Машину худо-бедно раз докупили. Вот картинка великолепная. А о том, как наши правоохранители живут, это просто катастрофа. Однако напомню, что Латвия является самой позитивной страной Евросоюза. И в ней живут самые четкие, отзывчивые люди. Иначе бы они не работали в таких условиях. Всем доброго утра. Просыпаемся.